И вера, о которой говорится в посланнике евреям, это необычная вера. Это вера, не основанная на каких-то доктринах. Но есть, конечно, и доктринальная вера, или доктрины, в которые мы верим. И это может быть важно. Но я думаю, что есть более важный фактор. И один из этих факторов — это вера, которая основывается на наших убеждениях, убежденности. И также вера, которая здесь говорится в послании, вера, которая не основывается только на чудесах. И об этом мы тоже поговорим позже. Но, скорее всего, это вера, которая основывается на абсолютно невозможных вещах. Вера, которая основывается на абсолютных невозможностях, или на абсолютно невозможных вещах. Вы можете это держать в уме, запомнить. И в 11 главе, в этом послании к евреям, или же послании к мессианским верующим, и мы часто будем ссылаться к этой главе, к этой книге, в протяжении этого курса. И в этой главе перечислено 17 примеров веры, проявлений веры. И вы можете сами посмотреть, сможете ли вы найти этих 17 примеров. И в какой-то момент мы по этому тоже будем говорить. И можно сказать, что у всех этих 17 примеров есть 2 общих момента. И также я хочу здесь помочь вам из-за того экзамена, теста, который вы будете также писать. Когда я говорю такие вещи, что есть 2 основополагающих, 2 общих момента. Или я говорю, есть 17 таких, или 5 этих, или 3 этих, ну, чего-то. То я бы порекомендовал вам обратить особое внимание на такие фразы. Два общих момента есть у этих 17 примеров. Во-первых, И у каждого из тех людей была абсолютная убежденность в том, что Бог исполнит то, что Он сказал. Бог исполнит то, что сказал. Абсолютная убежденность в том, что Бог сделает то, что сказал. Даже если в большинстве случаев с человеческой точки зрения это выглядело вообще невозможным чем-то. И второй момент здесь. Первое — это Божия точка зрения. И второй момент — это человеческая точка зрения. Человеческий взгляд. И очень важно также понимать разницу, какая. Как Бог смотрит на ситуацию. И как человек смотрит на ситуацию. Мы должны распознавать между этими двумя взглядами. С человеческой точки зрения полностью, абсолютно невозможно. И также те люди, у них не было как бы мышления ориентированного на чудеса. У них не было такого мышления. Это тоже очень важный момент. Но мы вернемся к тому. Они просто у них была такая сверхубежденность. Как нормальная консекция того, что Он был Бог. Хорошо? Я повторю это для вас. Они просто у них была такая сверхубежденность. Сверхубежденность в том, что Бог сделает то, что пообещал. Это просто естественное следствие того, что Бог есть Бог. Он есть Бог. Вы find this easy to translate? Yes, when I split it. Yeah, when I split it. Okay. But it's a type of definition. Okay? Definitions are important. An overwhelming conviction, that God would do what He promised. Сверхубежденность в том, что Бог сделает то, что обещал. Потому что Бог есть Бог. We don't read that they knew that God would perform a miracle in order to achieve what He had stated. И нигде мы не можем найти такого, что они верили в то, что Бог совершил чудеса. Okay? We don't read that in the scripture. Can you repeat the sentence again? Yeah. We don't read that they knew that God would perform a miracle in order to achieve what He stated. Они не знали, совершит ли Бог чудеса для того, чтобы совершить то, что Он пообещал. Совершить, не совершить. Они просто верили, что Он это совершит. Он это сделает. Full stop. А? Full stop. Точка. Okay? Now, it's like the Nike advertisement. It's like the... I don't know whether you've seen that. The Nike t-shirt. There's a sign of Nike on it. And then underneath it has just do it. А, это как это... Лозунг компании Nike. Просто сделай это. Просто сделай это. These guys had the same principle. Ну, у них такой же принцип, похожий был. As far as they were concerned, if God promised to do something, then what else would one expect, but that He would do it? То есть, если Бог пообещал, что-то сделать, то чего же еще другого ожидать, а не того, что сам Бог сказал? So, their idea was, God's promised it. Их идея была такая, Бог пообещал. We expect Him to do what He has promised. И мы ожидаем, что Он сделает то, что пообещал. Because He's God. Потому что Он Бог. Now, that brings up to today. И давайте это применим к сегодняшнему времени. И тем большим проблемам, которые возникают у нас. We have become so mind-orientated. Мы настолько зациклились на наших мозгах. That we no longer expect God to do what He promised. Так что мы больше не ожидаем того, что Бог исполнит обещания. I'm not going to ask you the question, whether you believe God will keep His promises or not. Я не буду задавать такой вопрос, что, ну, верите ли вы, что Бог сохранит свои обещания. Потому что я уже знаю ответ. Потому что я знаю себя. И это не так легко, как кажется с первого взгляда. Но в наше время это большая проблема. В большинстве церквей. That we no longer have the same expectation, that God will perform His promises. Что больше у нас нет такого же ожидания в том, что Бог исполнит свои обещания. И в этом плане нужно свое сердце проверять. Еще вторая проблема, которая возникнет. Мы не верим, что Бог что-то будет делать или сделает, или совершит. И только если чудо не произойдет. Иначе это нереально. Очень часто мы ожидаем такого. Бог совершит свое обещание, исполнит его. И это обязательно должно произойти через чудеса. Ну, я надеюсь, что это предложение также прояснится, как мы будем дальше изучать. И что я хочу, чтобы вы в своих заметках, если возможно, то отделите какой-то листок бумаги, какую-то страницу. И на этой неделе, когда я буду преподавать, то записывайте вопросы, которые будут к вам приходить, возникать. Я очень уверен, что иногда я буду что-то говорить, у вас будут возникать вопросы. Поэтому я хочу, чтобы вы эти вопросы записали. И затем каждый день мы будем рассматривать эти вопросы. Я не обещаю, что у меня будут ответы на эти вопросы. Может быть, мы найдем ответ вместе. Мы тело Христово здесь. И это очень сильно. Поэтому не забывайте о вопросах, которые могут появиться у вас. Это важно. И то есть у нас бывает такое. Мы не верим, что Бог может или сделает что-то, если только чудеса какие-то не произойдет. Не произведет. И поэтому такое бывает, что слишком много людей в наше время поклоняются чудесам, а не Богу. Больше поклоняются чудесам, а не Богу. Задумайтесь об этом. Часто мы зациклимся и приходим к такому моменту, больше поклоняемся чудесам, а не Богу. А ключевое слово здесь вообще — поклонение. Что такое поклонение? Что это значит? Поэтому, если вопрос какой-то или что-то, то можете записать. У нас такая идея появилась, что если нет чудес, значит Бога нет. Конечно же, такого отношения не было у наших праотцов. Это первый пункт, второй пункт. И в каждом из этих перечисленных случаев у каждого человека было непоколебимое убеждение и посвященность посвященность в том, чтобы продолжать идти дальше на основании этой веры. Я хочу удостовериться, что вы это поймете, понимаете. Поэтому, извините, если я буду повторяться. И как Павел говорил, что для меня не обременительно для вас напоминать, напоминать вам, потому что это полезно для вас. Поэтому, если я вас замучаю, что-то вы меня кинете. Но это важно. В каждом случае у них была непоколебимая убежденность. Я не знаю, что слово в русском слове но непоколебимая, это означает, что она не колеблется под ветром. Она не передвигает какие-то неправильные события, неправильные ситуации. И также посвященность, это вторая часть этого предложения, посвященность идти дальше на основании этой веры. И что чаще всего мне приходится видеть, встречать в тех общинах, которые следуют за Ишуа, это недостаток посвященности, чтобы на самом деле оставаться и продолжать идти дальше. И Бог призывает нас к посвященности. Особенно, когда дело касается веры. Они никогда не подвергали сомнениям, вопросам, то, что Бог сказал. Они просто бежали вместе с этим. Таким образом бежали, что как будто это было самое естественное, что они могли сделать. Они взяли слова Бога, взяли то, что Бог сказал, и просто шли дальше вместе с этим. Они позволяли, чтобы эти слова влияли на их жизнь. Чтобы эти слова влияли на их решения. И также это стало стилем их жизни, образом их жизни. То есть стиль жизни, веры. У нас у всех есть свой стиль жизни, свой образ жизни. Или же даже различные культуры. Вы хотите сказать так, особенно в нашем современном мире. Регги, панки, еще дальше. И в мое время были хиппи. Особенно этот период хиппи, особенно меня так маркирует сразу, из какого периода я вышел. Восколько я очень хорошо помню то время. И есть, как бы, такие атрибуты, которые принадлежат именно такому стилю жизни. И что я хочу сделать на этой неделе, вас поощрить в том, чтобы у вас был стиль жизни по вере. И это означает, буквально, будет влиять на всякие дела, которые вы будете делать. И для того, чтобы мы не перепутали такое популярное религиозное применение веры, что такое вера, и с тем, что на самом деле описано в Слове Божьем. И мы для этого не должны забывать два ключевых текста. Это записано в Евреям 10 главе. 10, 23, и еще 10 глава, 23 стих, и 35, и 39 стихи. 1. Евреям 10, 23. 1. Евреям 10, 23. Будем держаться исповедания, упования, неуклона, ибо верен обещавший. 1. Евреям 10, 23. Будем держаться неуклонно, или сказано в английском, без колебания. Потому что Бог может это делать. И 35, с 35 по 39 стихи. И поэтому я буду как бы говорить, как это на английском звучит. Поэтому не оставляйте вашу смелость, смелость, с которой приходит такая великая награда. Потому что вы должны держаться, или же быть неуклонными, твердыми. и так, что когда вы завершите все по Божьей воле, или то, что желает Бог, вы смогли получить то, что Он пообещал. потому что осталось так мало-мало времени. И тот, который грядет, он таки придет, и он не задержится. Но человек, который праведен, будет жить своей надеждой или своим доверием. И даже если он немножко отступит назад, то мне это не понравится. Но, однако, мы не такие. которые уходят назад, отступают назад. И которые уходят назад, и которые потом уничтожены или разрушены. Но вообще все наоборот происходит. Мы продолжаем доверять, сохранять свою доверие, надежду. И таким образом свою жизнь мы сохраним. Я нашел способ, что это было поставлено здесь настолько сильным. вот такой перевод, это перевод Штерна, Давид Штерна. И очень это сильно звучит. И таким образом у нас образ сразу появляется в разуме. И во всем этом отрывке я для себя отметил такую вот эту фразу, которую я сказал, потому что осталось так мало, мало времени. Если бы возможность была, то я бы учил по этой теме, по этой теме. Так мало времени. И вот эти стихи, они такой мостик выстраивают между той верой, которой мы исповедуем устами, и той верой, по которой мы живем в жизни. Мы все исповедуем свою веру, что мы верим, но живем ли мы по вере, или верой. Одной веры недостаточно. И не обязательно это является библейским путем. только сама вера по себе ее недостаточно сама по себе. Как и Якова 2 глава, стихи 17 по 20. Вера сама по себе, которая не сопровождается какими-то действиями, мертва. Но кто-то скажет, у тебя есть вера, у меня есть действия, я что-то делаю. Покажи мне свою веру, у которой нет никаких поступков, и я покажу свою веру с моими делами. Ты веришь, что Бог один. Хорошо для тебя. Демоны тоже в это верят. И даже сама эта мысль заставляет их дрожать от страха. Но глупый мой друг, но хочешь ли ты показать, что такая вера без поступков бесплодна? Здесь мы очень ясно можем видеть, что за верой должны следовать поступки, действия. И об этом же мы говорим, вера, которую мы исповедуем, и вера, по которой мы живем. И также мы можем посмотреть свою жизнь и решить, какой вариант подходит для меня или по какому варианту я живу. если у меня только исповедание веры, или же я живу по вере. И этот отрывок из 10 главы Еврея, который уже мы процитировали, оттуда можно взять или выделить пять требований. Евреям 10, 35, 39. Это тот отрывок. Снова эти пять требований, отметьте себе. Первое требование. Мы должны верить с уверенностью, в уверенности или же в смелости. Угу. Это правильно. Мы должны hold fast к нашим faith с confidence или boldностью. И это вверх? Это должно быть 35, я думаю. 10, 35. So, не трое с удовольствием , что carry с удовольствием such great reward. For you need to hold out so that by having done what God will. Because it's completely different in Russian, so it's not correlating. Okay. I would dare to say that then the Russian translation has a little problem. It is. We need to hold fast. То есть держаться. We cannot afford to be blown about by every wind of doctrine. держаться, не уклоняться и не позволять себе такой роскоши быть уносимыми различными ветрами учения. We must not lose sight of the fact that what we believe becomes the foundation of our faith. И также не терять из виду то, что то, во что мы верим это основание наше. Which in turn becomes the basis of what we do. основание становится началом или фундаментом наших всех дел. То, делаем. То, во что вы верите будет влиять на то, что вы делаете, на ваши поступки. Если у нас есть эта вера, если мы ее держимся, придерживаемся этой веры, it will result in us gaining a great compensation of reward. We are very amply repaid for our boldness in direct proportion to the degree of our boldness. Okay. What happens is that we will receive, let me try and put it simply, we will receive in proportion to our faith our reward. As we are bold for God, God will be bold for us. Let me just say one point, when we're talking about boldness. We have to know the difference between being bold and being arrogant. We have to know the difference We have to know the difference between being bold and being arrogant. When you're смелый, derzky and when you're высокomeren. Okay. Second, we have to exercise patience. second, we have to be careful. We have to Not always so easy. There was a man who prayed, God give me patience, but do it quick. Но сделай это быстро. И нам понадобится такое терпение. Терпение — это, можно сказать, основа качества веры. Нужно позволить Богу позволить Богу исполнить Его волю и Его цели в Его время. А не таким образом, когда это нам удобно и что нам удобно. И это не всегда легко. Я говорю из опыта своего. Терпение — это постоянно растущее такое, как сказать, движение вперед. 2 Петра 3, 18 Возрастайте в благодати и в познании нашего Господа и Избавителя. Иешуа — Мессия. В любом деле мы не можем мгновенно достичь совершенства. Нужно над этим работать. И не всегда это легко. Третье требование. Нужно всегда сохранять это видение, эту цель впереди, что вообще перед нами стоит, когда мы идем. Сохранять видение того, что впереди нас предстоит. И я бы хотел добавить, что в наше время, сейчас нам нужно сосредоточиться на возвращении Иешуа. В Вакуума 2 главе стихах с 1 по 3 I will stand at my watch post I have to open It will possibly be a little bit different in your translation Habakkuk 2, 1 to 3 I will stand at my watch post На стражу мою стал я Стоя на башне Наблюдал, чтобы узнать, что скажет Он во мне И что мне отвечать по жалобе моей И отвечал мне Господь и сказал Запиши видение и начертай ясно на скрижалях Чтобы читающий легко мог прочитать Ибо видение относится еще к определенному времени И говорит о конце И не обманет И хотя бы замедлило Жди его И непременно сбудется И не отменится Это подтверждение нашего видения Ожидая блаженного упования И явление шекины Славы великого Бога И спасителя нашего Иешуа Мессия Что поможет нам сохранить наше видение Что поможет нам сохранить нашу веру И доверие Это знание того, что Иешуа грядет Четвертое требование Нам нужно жить своей верой А не верой кого-то другого Нет такого понятия Как прокси вера Или вера кого-то другого Через кого-то посредника И как в Аббакумово Второй главе Четвертый стих Праведник достигнет жизни Который надеется на верность Качество нашей жизни Пропорционально Или напрямую зависит От этого уровня нашей веры Праведники или святые Должны жить в соответствии Со своей верой Также заметим, что Вера не статична Она не постоянно Ну, как бы не догон В замерзшем состоянии Она постоянно растет И продвигается Невозможно иметь статичную веру Она должна расти Если она не растет То она умрет Это очень похоже на все Что в мире там находится Если это не растет То она умрет Это относится к растениям Также относится это К вам, ко мне Бывают моменты В нашей жизни Когда мы перестаем расти Физически Перестаем И с того момента Начиная с того момента Вы начинаете умирать Не знаю, достигли этого момента И уже Научные деятели говорят Ученые говорят Что я типа В своем возрасте Уже достигли этого момента Как говорят они Что между 18 и 25 годами Физический рост прекращается То есть Замедляется обмен веществ И вообще Деление клеток Поэтому Физически Начинается Такой немножко Спад Но Не так с нашей верой Она должна постоянно расти И продвигаться дальше И так же Римлянам 1 главе 17 Семнадцатый стих Римлянам 1.17 В нем открывается Правда Божия От веры В веру Как написано Праведной верой Верой Жив будет От начала до конца Весь смысл В доверии В вере Надежде Как и говорит Танах И праведник И праведник Праведник Праведный человек Будет жить Доверием Либо верой И вера И вера Не только вера Растет Также растет Беззаконие Как в Римлянам 6 главе Павел записал Римлянам 6.19 Говорю по рассуждению Человеческому Ради немощи Плоти вашей Как предавали Вы члены Ваши В рабы Нечистоте И беззаконию На дела беззакония Так ныне Представьте Члены ваши В рабы Праведности На дела Святые Отделенные Для Бога И давайте Не будем забывать Что Бог Ненавидит Тех Которые Благодаря Своими законами Беззаконным поступкам Превозносятся Над Богом Римлянам 1.18 Что является В Божьем Гневе С небес Против Каждой Каждой Нечистоты Каждой Неправедности И беззакония Человеческого Которые Которые В своей Нечестивости Продолжают Подавлять Истину И поэтому Здесь Мы можем Сделать Первый